Взаимодействие власти и общества помогают решать актуальные для региона задачи. Глава Чуваши Михаил Игнатьев встретился с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта. В республике успешно работает ряд проектов Общероссийского народного фронта, в том числе и комфортная городская среда, благодаря которому граждане принимают активное участие в принятии ключевых решений по благоустройству дворовых территорий и городских зон отдыха. Несанкционированные свалки стали еще одной проблемой, которую решают представители ОНФ совместно с общественностью. Свалки вносятся на интерактивную карту, готовятся обращения в органы власти и надзорные органы для их устранения. Таким образом реализуется проект «Генеральная уборка». Нам бы хотелось, чтобы как можно больше людей участвовало в этих проектах по улучшению нашей жизни при принятии решений. Где в первую очередь нужно ремонтировать, где слабые места. И с этой целью мы бы хотели, чтобы вот эти баннеры нашего народного фронта висели на сайтах, допустим, исполнительной власти. Критике подверглась работа некоторых республиканских физкультурно-оздоровительных комплексов. Для их эффективной работы необходима встряска. Возможно и переаттестация тренеров, работающих в районах, отметили члены ОНФ. Серьезную обеспокоенность у фронтовиков вызывает ситуация, сложившаяся на предприятии «Чуваши Автотранс». В настоящее время в правительстве разрабатываются планы по его финансовому оздоровлению. Мы регулируем сейчас субсидии по зарплате Беркурин. Стратегически мы там будем реанимировать, продавая площадки, которые там предусмотрены. Сейчас правоостановочие документы готовятся. Ряд вопросов глава «Чуваши» взял на контроль, подчеркнув, что все работают на общий результат и на благо людей. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин. Родион Архипов, Андрей Спиридонов, Республика.